Всем привет! Сегодня второй день буткемпа команды Na'Vi и со мной Сист, он же Денис Костин. Привет, как дела? Привет, все хорошо. Давай обратимся к твоему прошлому. Как ты попал в киберспорт, чем занимался? Насколько я знаю, ты очень сильно увлекался волейболом. Находишь ли сейчас время совмещать игру и спорт и тому подобное? Да, в детстве меня отдали в волейбольную секцию, в 7 лет, по-моему. Я занимался профессиональным волейболом 6 лет. И одновременно, спустя какое-то время, отец навел мне игру на компьютере, у нас появился интернет, это был Counter-Strike 1,6 на то время. И постепенно у меня больше интерес, ну это связано, конечно, там и с тренером отчасти, у меня пропадал больше интерес от волейбола и мне больше всего хотелось играть. Ну и как-то так получилось, что я выиграл пьеминство России своего года и после этого я завязал с волейболом. А я сейчас спортом, да, стараюсь ходить в зал, когда есть свободное время. Вот сейчас поездок стало поменьше. Вот, как-то хожу. А как вообще отдыхаешь, ослабляешься от игр? В последнее время никак, потому что даже когда у нас есть, если уже есть один выходной, то это уже, ты получаешь нереальный кайф от этого, потому что сейчас очень много турниров, много игр, нет времени вообще отдыхать, нельзя терять форму, потому что очень большая конкуренция сейчас. Все хотят выигрывать, побеждать. И отдыхаю, стараюсь ходить в кино иногда после игр, когда если успеваем, если рано, заканчиваем тренировкой, там можно успеть на какой-то сеанс ходить с друзьями. Посидеть в кафе, там и так далее. Как-то так. А вообще ты часто тренируешься в соло? Как вообще происходят ваши тренировки? Ты больше играешь с командой? Или как ты разминаешься? Ты играешь матчмейкинги или десматчи? Ну раньше, где-то год назад я всегда там приходил, раньше играл миксы, перед этим много играл, ну в соло в плане, там сейчас я понимаю, потому что мы очень много сами играем, как бы очень большой шанс, если играть много, перегореть можно. Поэтому я прихожу где-то за полтора часа до тренировки, за два, играю имки, ксдм, смотрю две демки каждый день с разных турниров разных команд и играю праки только. По поводу перегорания, вообще часто ли ты чувствуешь, что все уже наигрался или бывает ли тебе, что вообще не хочется играть? И как ты себя настраиваешь, например, на рабочую тренировку? Ну бывает такое, что ты играешь очень много дней подряд, очень долго, и иногда это сказывается в худшую сторону, ты теряешь форму из-за этого резко, у тебя не получается играть, но в эти моменты, я думаю, делать все полезно для команды, как бы, и понимаешь, что со временем я отдохну, там появится какой-то день, и все будет в норме. Вот, как-то так. Недавно ты был капитаном в Na'Vi, как тебе вообще этот опыт? Сложно это, не сложно? Ну, не прямо недавно это было, уже почти полгода назад. До этого я тоже был такой у нас эксперимент перед сменой состава, опять же, кстати, когда мы еще играли, Сеня Кибакина тоже там месяц координировал. Ну и всю жизнь во всех командах до Na'Vi я исполнял ту же самую роль. Не знаю, мне это дало определенный опыт в плане того, что пока у меня больше получается, наверное, играть и выполнять роль обычного игрока, но у нас сейчас складывается так, что мы все, то есть нет такого, что только Зевс, ну, в большинстве случаев говорит Зевс, но во время игры, когда что-то не получается, все что-то советуют, предлагают, как бы, и приходим к общему мнению, делаем все идеи, которые каждый предлагает. Хорошо, а с приходом в команду тренера изменился ли как-то рабочий процесс? Может быть, Старикс на себя берет роль капитана или этого еще пока нет? Ну, пока мы еще не пришли к полному такому, как сказать, не знаю, плодотворной работе с обеих сторон. Но Старикс очень много нам помогает, он смотрит игры команд, он рассказывает, что, кто делает, там, статистика раундов и так далее. Но основная его работа, он тоже так же просматривает демки, советует, там, какие-то новые раунды, говорит над нашими ошибками. И на турнирах также, когда какой-то критический момент, он советует, что лучше всего сделать, но решаем мы уже, прислушаться к его мнению или нет. Недавно сменили маппул, убрали картунюк, добавили трейн. Как тебе это изменение и вообще какой ты видишь свой идеальный маппул? Наконец-то убрали из маппула ту карту, которую мы не играем или играем плохо, и добавили ту карту, которую мы играли хорошо, потому что было всегда обычно не так. Убирали сизон, который мы играли хорошо, убрали трейн, тоже на котором мы считались одной из лучших команд на тот момент, и добавляли те карты, которые мы не играли. Но слава богу, что мы успели приспособиться к оверпасу и коблу, и у нас все было с этим хорошо. А теперь нет нюка, есть кэш, который можно будет черкать. Сейчас маппул мне нравится, еще бы, не знаю, убрали кэш, добавили сизон, и был бы идеальный маппул. Недавно был анонсирован турнир на миллион. Как вообще считаешь, скоро ли комьюнити придет к тому, что такие турниры будут появляться все чаще и чаще, и вообще сколько нужно на это время? Да, я думаю, КСГ очень сильно прогрессирует, там с каждым месяцем появляются все турниры, за этот год появились вот такие турниры по 500 тысяч в две лиги, там ЕСЕ просто анонсировал отдельные турниры, сначала по 250 тысяч, плюс от ЕСЛ еще будет в августе 250 тысяч. То есть уже много очень турниров могут себе позволить, очень большие призовые фонды, и что самое важное, это без поддержки Вальвы какой-либо. Вот, и не знаю, куда пропали Вальвы со своими мажорами, я думаю, что они готовят какую-то бомбу в турнир. То есть ты считаешь, что возможно, что будет в КСГО что-то подобие интернешнл? Да, и надеюсь. Ты наверняка знаешь хорошо русское комьюнити, и скажи, как ты думаешь, почему на территории России нет хорошей, сильной, конкурентоспособной команды? Я думаю, что на это влияет несколько факторов. Один из которых, наверное, самое важное, то, что нет даже организации в России, которые могли бы взять какую-то команду с перспективы, которая могла бы в будущем развиться и стать крутой, хорошо играющей. То есть игроки вот сидят в России и понимают, что даже нет возможности никакой поехать на какой-то турнир и так далее, и как бы не появляется особо такой большой мотивации. Есть несколько игроков, которые реально могли бы круто играть при должной поддержке и их мотивации, и отдаче. А так, ну и, наверное, не знаю, с чем это связано, но отсутствие кадров. Очень мало, на самом деле, относительно других стран, игроков, которые могут выйти на уровень более выше. Не знаю, может, со временем это изменится, но пока все очень печально. Ты наверняка знаешь новых молодых игроков, и мог бы ты кого-нибудь выделить из них, который еще не добился всего, чего мог, но у него хороший потенциал. Молодых игроков я не особо знаю. Я знаю тех, с кем я играл раньше, там, играю в миксы, там, бывший тиммейт, там, Кибакин мой, там, его в команде точно так же, там, Space, Davkost, там, вот эти игроки, наверное, те, которые сейчас лучше всего в России играют из таких. Ты активный пользователь соцсетей, наверняка общаешься со своими поклонниками, комьюнити, и наверняка многие у тебя спрашивают, как пробиться на современную про-сцену, я хочу, я могу. Как думаешь, что вообще для этого нужно? Это должен быть какой-то талант или, не знаю, задротство? Что это вообще такое? Что за комбинация? Ну, я думаю, чтобы хорошо играть, достаточно задротство, но чтобы стать лучше, у тебя определенно должен быть какой-то талант. Потому что, если бы было все просто связано с тем, что ты просто играешь, много играешь, играешь, то все должны были быть чемпионами, по сути говоря. А так, я считаю, что ты должен много-много играть, жить игрой, у тебя должна быть цель, которой ты будешь просто только думать, а не ложиться спать, просыпаться с ней. И определенный талант, и тогда все получится. Вчера у вас был первый день буткемпа. Как он прошел, чем вы занимались, и что можешь выделить? Ну, вчера был второй день буткемпа, но был первый, когда мы были пятером на нем. Мы занимались, на самом деле мы не успели много чего разобрать на нем, связанное с разными причинами. Но потренировались чуть-чуть, и играли мы три официальные игры. Первую игру с НИП на первой лиге за 500 тысяч, первая наша игра на этой лиге. Выиграли лишь на 14, что очень хорошо для нас. А потом играли на нашей лиге, GoCEL, две игры с Gamer's 2. На Мираже вели 10-0, там что-то подрасслабились, в итоге нас за это наказали. Ну и на вторую карту мы собрались и выиграли Верпас без шансов. Вот, так прошел у нас как-то день. Сегодня мы планируем подразбирать другие карты, которые у нас отстают, и позавтра уже вылетаем в Лондон. По поводу предстоящего турнира, как вы настроены, как оцениваете свои шансы, и кто для вас самый сильный соперник или соперники? Соперников много. Есть сейчас шесть команд, которые могут выиграть друг у друга в лучший их день, выиграть чемпионат вообще. Подготавливаемся. Как обычно, просто оттренируем свои какие-то тактики на определенных картах, подготовимся, даже не знаем пока, с кем мы еще в группе на этом турнире, даже не знаем, с кем мы играем. Поэтому как-то сложно пока под кого-либо подготовиться. Просто пробежимся по своей игре и будем по ходу турнира набирать форму, потому что сейчас она не на лучшем нашем уровне. Хорошо. Пожелаю тебе удачи на предстоящем турнире. Под занавес с интервью можешь передать несколько ласковых слов своим болельщикам и фанатам. Спасибо всем нашим фанатам, кто за нас болеет. Поддерживайте нас, мы читаем комментарии, мы чувствуем вашу поддержку ко нам на каких-либо турнирах. И передаю привет родителям. Спасибо тебе за интервью. Я напоминаю, что с нами был Сист и Бетру. Подписывайтесь на канал Navi.js.go И впереди у нас еще много интересного. Не пропустите.